Я буду, ну, относительно кратко, позволю себе напомнить историю. Сухогруз Лепса, 34-го года постройки, то есть это не очень современное судно, в прямом смысле стало, но тем не менее. Что-то от него дожил до сегодняшнего дня, и картинку покажу, что осталось. В 61-м году он был передом Гражданский атомный ледокольный флот и выполнял свою функцию вплоть до 88-го года. Соответственно, на его борту было накоплено довольно-таки большое количество облученных тепловеских сборок. Он был не особо чистый, и там был определенный объем радиоактивных отходов. Вот что представлялось собой судно, оно находилось вплоть до последних лет на плаву. Значит, этой проблемой стали заниматься довольно-таки давно, в 90-х годах еще. Но, как бы всему, не доходили руки, не было денег, и не было, наверное, таких лидеров, которые сегодня в президиуме. Но, тем не менее, где-то, наверное, в седьмом году в стратегическом мастер-плане в рамках ядерного калика КАКСИ было принято решение этот проект стартовать. Потому что реальная угроза, ну, я здесь холода в душу нагонить не буду, потому что судно с таким запасом на активности, на плаву, это, наверное, всем понятно, что это не есть хорошо. Значит, в два этапа с 2008 года. Первый этап – это подготовительный, и второй этап уже – это практические работы с отработанным топливом, ракином и отходом. Значит, конечная цель, ради чего все это затевалось, нужно выгрузить отработавшее топливо и доставить его, как вот красивая картинка, на маяк, и, соответственно, там это топливо должно прекратить свое существование. Вот для того, чтобы реализовать вот эту задачу, потребовалось сгородить огромный огород. Значит, в этом проекте огромную роль выполняет Европейский банк, реконструкция развития Бердима, значит, в рамках сотрудничества с Росатомом, и здесь нам помогал международный консультант «Нови Алимиттер». Значит, та компания, которую я возглавляю, выступала с заказчиком с российской стороны, то есть я координирую, я получатель денег по гранту и координатор всех работ, которые у меня есть полет. Соответственно, предполагалось разработать технический проект по утилизации, подготовить всю необходимую инфраструктуру, разобрать судно, ремонтировать корпус, сделать специальное укрытие и оборудование для выгрузки и, соответственно, расширить выгрузку. Теперь немножко поподробнее про то, что было сделано. Значит, в сентябре 2012 года были готовы подготовить на работу к приему судна, и судно было поставлено на стапельную плиту на СРЗНР в 2012 году. Картинка, как море, картинка, как оборудование на плите. Значит, дальше проводились работы по модажу корпуса. Здесь есть визуальный материал, который показывает, как это дело происходило. Значит, с точки зрения техники, здесь и все увлекается, значит, на 6, на 5 частей разобралось судно. Те части, которые не цветные, в конечном итоге превратились в металлолом, и с разной степенью интенсивности двинулись в народное хозяйство. Картинка, кое-какие еще, но тем не менее, они свободны. И образовалось две блок-упаковки. Внизу фотография, и как бы со схемы видно. Вот первая из них, это та, которая касается отхода жиров в конечном итоге. Вот это был момент такой. Направилась на долговременное хранение, читаю, вечное, долговременное хранение на сайт ГУБУ. Ее транспортирую в 16-м году. То, что касается упаковки, которая связана с хранилищем АТВС, ей мы занимаемся пока по сети. И каким образом дело движется. Соответственно, вот есть картина, она сформирована. На ней видны элементы дополнительной биологической защиты. Это вот в начале этого года занимались. Она покрашена, и, соответственно, нацелезная нерва она находится. В ожидании того, пока приступит к разбору. Значит, вот здесь элемент создания укрытия для выгрузки АЯТ. Полагается следующая схема. Что сейчас мне настроено немножко. Я надеюсь, что мы в ближайшее время это заканчиваем. Планово, я думаю, к апрелю следующего года она будет готова. В августе следующего года блок упаковка зайдет в это укрытие. И с ноября следующего года мы рассчитываем, что процесс вырезания топлива зайдет. На сегодняшний день есть практически все нужное оборудование. То есть, разработан технологий. Есть практически все оборудование, которое необходимо для вырезания пеналов. Она уже потестирована здорово. Как бы, большая часть его принята. Часть уже доставлена на герку. Но пока у нас в городе строится, еще время есть немножко. Соответственно, мы проводили испытания на стендере метаторе. Он изготовлен. Это было в Ульянске. Фирм насос изготавливал его. Были разные, так сказать, проблемы. В том числе, там, объем стружки. В том числе, разные предметы, которые фактически находятся на блок упаковке внутри. Которым нужно будет удалять и так далее. Соответственно, сегодня, я считаю, в целом эти вопросы технически решены. Реализованы в металле. Реализованы в документах. И, в общем-то, с этим можно уже сегодня работать. Собирать с того, что у нас все это получится. Что мы предполагаем? То есть, с учетом нашей довольно-таки высокой готовности по элементам, в этом году произойдет фактический выбор исполнительных работ. Мы договорились, нам должно говорить с Евробанком, что эти работы будут выполнять Атомфлот. Потому что он эксплуатированный организацией этой установки. Наверное, самое лучшее решение. И вот по мере того, как мы достроим укрытие, довезем остаток оборудования, все это смонтируем, подтвердим готовность инфраструктуры, мы считаем, что где-то вот с ноября месяца шесть партий, ТК-18, ТК-18, это дело, так сказать, будет удаляться. Схема вывоза на сегодняшний день тоже определена. Не будет никакой накопителя по движущей площадке. Будет перегрузка отучиваться напрямую. То есть будет вырезаться пенал, доставляться спецтранспортом на набережную. Кран банк тоже заплатил за его реконструкцию. И будет перегружаться на серебряных. Их путают, кроме и серебряных. И они будут все запрямо перегрузили. И так шесть раз. То есть мы пока рассчитываем, что это все штатно. Штатно, согласно тех технических решений, которые есть, будут выполнены. Для нас, конечно, тяжеловато, потому что сроки это поджимают. Но задача важная, как бы сегодня, участки института, который отвечает за свою часть строительных, готов, чтобы организоваться, и все остальные участники. Вот, собственно, в целом, доклады. Андрей Иванович, спасибо, что за полтора часа вы жили. Какие есть вопросы? Мой вопрос. Пожалуйста. Яковлев Павел, портал Российское Адромное Сообщество. Насколько активно вы будете внедрять технологии робототехники и дистанционного управления при разборе вот этой вот кормовой блокопаковки? Чтобы ответить на наш вопрос, смотрите, масштаб робототехники. То есть там люди будут. Но сделано все для того, чтобы минимизировать, как бы, контакт, так сказать, людей со всей этой историей. То есть вырезать будет аппарат. То есть, сейчас, обещу по-простому. То есть, вот, до упаковки, на крыше установлена биологическая защита, установка оборудования будет происходить при помощи людей. То есть люди зашли, чуть-чуть отработали, установили оборудование. Дальше они вышли, дистанционно они работали. То есть высадили сборку, как бы, дальше процесс заменки водосназки человеку. Все остальное делается без присутствия человека. То есть это не полностью автоматизирован, но высоко автоматизированный процесс, который находится. Вот, но совсем убрать чека, к сожалению, мы и не можем. Просто это вопрос, на самом деле, даже денег. Можно убрать человека совсем, но это просто еще больше денег. И когда выбирали, вот вопрос, который вы задавали, почему там, то решение выбрать, это вопрос, ну, варитетный. Деньги, технология, доза и так далее. То есть что, вот, какое-то рациональное, здесь, я считаю, оно оптимальное. Здесь чек присутствует, но это минимально вмешается. Спасибо. Что касается вопросов, используя... Спасибо, Андрей Васильевич. Все, все, можете, все вопросы. Еще есть вопросы? Спасибо большое. Хорошо, всем все понятно. Что касается робототехнического использования, в губе Андреева больше будут возможности использовать такие приспособления. Это при извлечении вот этих шести тепловыделяющих сборок из бассейнов, хранения здания номер 5, используются вот эти робототехнические изделия, и при подготовке хранилища 3А к выроске ядерного топлива.